То есть между двумя конференциями. Следующая слайдь, пожалуйста. Первое наблюдение было сообщение 4 июля. В Калининградской области шаровая молния залетела в жилой дом и взорвалась. Собственно, сгорел полностью дом. Были очевидцы. И также, как и в большинстве случаев влетания шаровой молнии в здание, у нас было повреждение бытовой техники, было повреждение перекрытий и так далее. Полностью уничтожен дом пожара. К сожалению, никаких других фото и видеосъемки там не производилось. Поэтому пока что все, что у нас есть, это фотография. Здесь, к сожалению, вообще нет фотографий. Просто сообщение с сайта РБК. То, что в Звениковском районе, в республике Мариэл, было наблюдение, что там расходились показания наблюдателей, что кто-то говорил, что это был просто удар молнии, а кто-то говорил, что заметили какую-то яркую вспышку, и там был какой-то такой большой шар. То есть тоже непонятно. Мнение расходится, поэтому мы решили, что стоит это отнести к возможным наблюдению шаровой молнии. Опять же, тоже было возгорание и повреждение всех электрических приборов. Также сильная гроза была в Чебоксарах, и было возгорание квартиры на третьем этаже. При этом, ну, тоже у нас есть единственная фотография с места происшествия, и очевидцы говорили, что была яркая вспышка и что-то такое подобие вот какого-то большого шара, то есть яркая желтая какая-то вспышка была, и после этого произошел взрыв. Ну, вот здесь, да, здесь я просто общую информацию, которая была выжимка, потом дальше, ну, просто там очень много было этих. Так, и очень интересное наблюдение в Швеции было тоже в июле 2018 года, и к этому наблюдению у нас есть видео, то есть было несколько объектов, здесь они видны, которые периодически появлялись около города и были вот засняты на видео. Пожалуйста, можно первое видео, которое там есть? Видео 1, да. Так, ну, это просто вырезка по этому форму. Вот. Вот, вы видите, вот один объект, сейчас он у нас наблюдается, и сейчас вот, то есть он двигается, вот, и появился второй объект, и пропал первый. А почему это не пришельцы? В принципе, наблюдение соответствует наблюдениям, которые периодически, то есть в 2016-м готового наблюдения в Казани, когда был вылет группы тоже шаровых молний, их было три штуки, они тоже периодически то гасли, то появлялись, и летели в определенном направлении, а затем взмыли вверх. По-моему, я даже на какой-то из конференций показала видео. Вот. Здесь тоже мы видим, что у нас есть несколько объектов, которые, видно, что они движутся, и как-то меняют... А по размеру что? По размерам, по размерам это снимается где-то в районе... Всё, можно закрывать. Это примерно получалось что-то в районе метра, вы считали. Вот. Потому что расстояние такое, что... Ну, просто здесь плохо видно. В принципе, видно, что дома, относительно окон домов, это где-то в районе метра, ну, уж полутора максимума. То есть где-то на большом расстоянии оно просто кажется маленьким. Следующий вопрос, да. И наблюдение номер пять. У нас также... То есть зачастую шаровые молнии, какие-то... Ну, разные люди в силу своей, может, неграмотности, может, чего-то такого, называют НЛО. Мы посмотрели видео и решили, что, в принципе, можно отнести это к наблюдению шаровой молнии. Это видео номер два. Охранник сидел около... Вот. Видно, что она пролетает как бы через... Около камеры. Вот. И вылетает куда-то вот влево. То есть... Охранник был шокирован. Он сказал, что он выбежал... То есть он увидел, что там какая-то яркая вспышка есть. Он прибежал, и там уже ничего не было. Вот. Поэтому он решил застать, перемотать. Ничего не понятно. Вот еще раз. Да, можно еще? Во-во. А, вот сверху появляется. Да-да-да. И летит вот в левую сторону. Она просто совсем рядом с камерой. Вот он даже специально, по-моему, остановил. Ну, все, там дальше он просто уже комментирует. Так. Да. Это было у нас наблюдение в Ямало-Донецком автономном округе. В этом же округе в 2017 году летом был... Ну, погиб ребенок, когда дешевая молния залетела в юрту и убила ребенка. Девочка, которая там была, она делалась испугом и прибежала за помощью. Ну, в прошлом году, да, я тоже об этом рассказывала. И видео номер три это видео из новостей. То есть там были... Ну, там можно не включать звук, там еще чуть-чуть промотать. жировая молния залетела под крышу школы и полностью разрушила крышу и часть пристройки. Охранник отметил, ну, то есть, он там все это говорит, что было шипение, похожее на вот какой-то на шорох листвы или какое-то такое вот скипающее чайник, такое вот... Ну, как будто короткое замыкание. И сказал, что был шар ярко-желто-оранжевого такого цвета. Вот. Вот. Впоследствии мы можем видеть здесь, что были сильные разрушения и, опять же, разрушены крыши, но ничего не загорелось. То есть, просто было разрушение. Вот. Это... А какие размеры шар? Шар, он не говорит. Просто большой шар ярко-желто-оранжевый. Да, значит, и четвертое видео это... Здесь это 2017-го, правда, года. Человек заметил... То есть, он все это комментирует тоже. Он заметил яркий шар, который вот чуть-чуть двигался среди деревьев. Ну, по размерам примерно... Ну, какой он оценил? Примерно сантиметров сорок. И в какой-то момент он заснял, каким образом он вот взорвался. А это в каком месте? Вот, к сожалению, я не знаю, но то есть, то, что это в России, это точно. Вот. А судя по постройкам, очень сильно похоже, на самом деле, на русский район. И при... По... Да, там, в принципе, это соответствует смерчу, который был в Колюбакеном, в русском районе. То есть, когда смерть прошел, там были у нас вот эти вот осколки стекол, о которых я вот рассказывала, что там были... Было наблюдение шаровых молний. То есть, а тут человек зафиксировал. Но, к сожалению, вот видео до нас дошло только сейчас. Вот. Ну, то есть, это первый раз, когда могли зафиксировать, возможно, именно взрыв шаровой молнии. То есть, видно, то есть, то есть, то есть, то есть,